После обидного поражения в матче с ростовчанами, Дизель намерен был реабилитироваться перед своими трибунами. Тем более в гости к пензенцам пожаловала еще одна команда из нижней части турнирной таблицы – Воронежский Буран. Как отметил перед игрой Алексей Медведев, несмотря на разное положение клубов, недооценивать соперников нельзя. И в первом периоде гости это доказали. Стартовый натиск желто-черных они сдержали. Они задолго до перерыва реализовали большинство и вышли вперед. Тем не менее, болельщики верили в положительный исход. Команда классно играет в этом году. Я думаю, что будет все лучше играть, набирать обороты. Но что-то пока играть сегодня не получается. Начали хорошо, немножко не получилось забить. Но в меньшинстве пропустили. Но ничего, сейчас в втором периоде, я думаю, внесут коррективы, и будет все нормально. Как оказалось, поклонники пензенцев не ошибались в своих ожиданиях. Неизвестно, что в перерыве сказал своим подопечным Алексей Медведев, но на второй период вышла другая команда. Желто-черные показали куда более уверенную, а что самое главное, результативную игру. В воротах Бурана побывали четыре безответных шайбы. По дублю на свой счет записали Антон Андреянов и Даниил Лапин. И такое яркое выступление Дизеля в текущем сезоне привлекает все больше болельщиков на трибуны. Это постоянно радует глаз, потому что хотя бы есть посмотреть в сторону, куда, посмотреть, как люди болеют. И команду, я думаю, это мотивирует очень серьезно. Народу громче намного. Вот поза той игре сколько количества было? Почти 2000 человек. Это нормально. Но пока еще маловато все равно. Вспомним те годы, когда Дизель-Арен открывался, когда забивалось все битком. Хотелось бы опять полную Дизель-Арену увидеть. Ну а в заключительном периоде пензенцы довершили разгром Бурана. Точные броски Никиты Шавина и Ильи Павлюкова установили окончательный счет 6-1. На этом короткая домашняя серия для Дизеля подошла к концу. Следующий матч дружин Алексея Медведева проведет 15 ноября против Челябинского Чалмета.